приветствуем вас друзья на канале даниила и ларисы сегодня приготовим одно очень интересное блюдо ну вообще это блюдо на сегодняшний день ассоциируется у меня с израилем и собственно говоря наверно является одним из символов одних одной из визитных карточек израиля это фалафель также фалафель распространен в большинстве арабских стран просто как уличная еда если вы отдыхали в египте наверняка все отдыхали в египте то у вас в отеле обязательно вот на этих огромных столах пол инклюзив там где можно себе набрать побольше еды можно и не побольше конечно там тоже присутствовал фалафель вот такие вот шарики из жареного гороха нута невероятно вкусная штука но вот в израиле из него делают даже шаверму и его делают в пите пита это круглая булочка знаете же да пустая внутри в который тоже иногда и шаверму делают ну или шаверму или шаурму как кому больше нравится и практически практически на каждом углу присутствует это блюдо в арабских странах вот допустим как египте вам просто из притюра насыпят этих жареных шариков фалафеля в бумажный пакетик и прям прям из пакетика его очень вкусно ну на самом деле мне очень нравится еще один большой плюс этого блюда это блюдо совершенно вегетарианская и полностью подходит как для веганов так и для вегетарианцев ну вот что еще одно очень такое ну как сказать как по мне легкая легкая и в то же время с очень ярким вкусом ну в общем я заговорился друзья сейчас быстренько приготовим готовить на самом деле действительно очень очень быстро очень просто я сейчас кратко расскажу о ингредиентах а как бы список всех ингредиентов на порцию фалафеля вы найдете в описании в первую очередь это естественно горох нут на самом деле очень такая классная штука очень вкусно используется в очень многих блюдов блюдах и восточной и азиатской кухни мне очень нравится мы часто его используем у нас он продается в сушеном виде замачиваем его на 12 часов водички комнатной температуры естественно водичку мы уже слили вот у нас получился такой горошек и он уже совершенно много как зеленый горошек свежий по ощущениям понадобится нам много зелени мы взяли вот такой вот огромный пучок зиры извиняюсь какой зиры кинзы и петрушки можно использовать если вы не любите но вот мы любим когда мы такое очень очень зеленое но и вкус получается классный и полезности много ну в общем зелени можно брать меньше можно в принципе и вообще без зелени тогда мы получим желтый фалафель кстати некоторые в некоторых местах его еще подкрашивают куркумой чтобы он был ну такой конкретно желтый ну а если если не добавлять зелень он будет вот такого цвета как горох нут значит что нам еще понадобится оливковое масло соль к ложечка лимонного сока панировочные сухарики по желанию красный перец но мы используем половинку перца чили зубчик чеснока яйцо луковица среднего размера молотая кинза и молотая зира точно зира точно перепутал и кунжутная паста ну собственно говоря она еще называется паста тахини мы не сняли какие готовили к сожалению сделаем об этом отдельное видео и выложим готовится из кунжутных семечек такая тоже очень полезная штука она нужна ну вот нужно для фалафеля нужно для хумуса к примеру нужна для белых соусов ну будет отдельное видео и я все расскажу про пасту тахини и про соус тахини а пока друзья приступим к приготовлению в общем друзья приготовили мясорубочку учет лариса не захотела нормальную человеческую мясорубку приготовить сейчас помучаюсь с этим комбайном и перекручиваем на мясорубке на комбайне на чем угодно всю зелень орех нут лук зубчик чеснока и наш красный перец естественно если готовить фалафель для веганов то яйцо можно не использовать мы его используем так как мы не вегетарианцы но и тем более не веганы перекрутил я поборол нашу мясорубку от комбайна вбиваем сюда яичко добавляем панировочные сухарики с предварительно перемешаем все добавляем зиру да ты сказал зиру добавляем чайную ложечку соуса тахини как вкусно там пахнет вообще такая вкусная штука что-то я не додумался что надо вначале снять видео про соус про пасту тахини а потом уже делать фалафель ну ладно так 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 ложечка у нас здесь столовую ложечку оливкового маселца сюда чик и столовую ложечку лимонного сока сюда тоже чик все это друзья дорогие тщательно перемешиваем очень тщательно чтобы у нас получилось совершенно однородная масса и оставляем настаиваться где-то на полчасика можем оставить и нам надо приготовить для того чтобы приготовить фалафель нам на приготовить фритюр мы не будем из-за этого такого небольшого количества разогревать фритюрницу чтобы ну чтобы не использовать много масла а используем обычную кастрюльку в которой можно налить значит большая фритюрница в общем в кастрюльке можно сэкономить на масле скажем тщательно ну и потом фритюрница не у всех есть в общем сегодня будем жарить фалафель в кастрюльке ну вы же понимаете фритюрница это все очень условно любая емкость хоть ведро возьми налей туда масло и готовая фритюрница вот я перемешал друзья сейчас накрою его пленочкой пахнет он божественно просто божественно и оставляю его на полчаса чтобы хорошенько напитался всеми запахами всей вкуснотой пока друзья ну собственно говоря вот эта паста для фалафеля настаивается приготовим соус я взял 100 грамм йогурта можно использовать сметану можно использовать смесь сметаны с майонезом добавим сюда чайную ложечку тахини по желанию чуть-чуть у меня осталось лимонного сока чуть-чуть лимонного сока и ватру сюда чесночка зубочек в тахини пасте уже есть чеснок но кто как любит вот так вот выходе оттуда число все это хорошенько перемешаем и сюда надо и перчика перчика тоже по желанию у меня желание такое есть немножко испортить соус ну и сольки тоже по желанию у нас получился классический соус тахини который принципе можно использовать и для шаурмы но мы его используем для фалафеля мы попробуем фалафель но как бы в чистом виде и покажу как сделать фалафель в пите так как его подают в израиле с овощами соусом тахини очень вкусная штука что я уже слюнки глотаю сейчас друзья будем жарить подготовили мы в кастрюльке маслом закипятили и теперь берем порционно наш фалафель и но наш фарш вернее для фалафеля и помещаем его в масло все зависит размер зависит от того хотите ли вы его но есть отдельно или хотите есть в пите если вы хотите в пите то делаем чуть чуть меньше вот я сейчас покажу как собрать эту питу традиционную вот такие вот как мы если хотите просто как отдельный как допустим как гарнир использовать или как основное блюдо то в принципе можно делать чуть побольше вот таким вот образом налепливаем нужное количество наших шариков но мы естественно все лепить не будем мы сейчас пожарим только на питу и обжариваем во им их во фритюре где-то в течение 7 8 минут масло чтобы сильно кипела не надо видите у нас она на медленном огне стоит в кастрюльке сам фалафель должен стать сверху коричневым при этом внутри он останется зеленым но я вам сейчас покажу друзья что-то по поводу 7 минут я психанул после того как мы первые забросили прошло 4 минуты и он уже пожарился вот для удобства конечно лучше их налепить все вместе и как бы и жарить все вместе то есть процесс прожарки видите какой он стал коричневый процесс прожарки занял 4 минуты у нас потому что маленькие большие ну да причем заметьте сырой фалафель быть не может потому что но в принципе в нем абсолютно все готово к употреблению поэтому все зависит от того насколько вы прожарены его хотите по мере готовности мы достаем фалафель и выкладываем его на салфетку на бумажное полотенце чтобы он отдал лишний жир но вот такая странная штука этот горох он не набирает жир почему-то то есть он совершенно не жирный получается внутри сейчас достанем последний и приступим к формированию питы первую очередь друзья хочу вам показать какая-то штука в разрезе но посмотрите он имеет тоненькую тоненькую прожареную корочку а внутри ну вот вы видите он совершенно не жирный и вот такой вот ярко-зеленый очень красивый такой оптимистический я бы сказал вид имеет ну что ж попробуем и соберем питу какой же он на вкус очень классный ну я ничем не могу ассоциировать но очень такой специфический вкус у фалафеля вот это это именно фалафель для того чтобы сделать фалафель так как его подают так как вы его можете попробовать в израиле нам понадобится пита в первую очередь также как шаурмы или шаверме понадобится капуста перец огурец помидор берем булочку сюда жирненько соуса который мы приготовили кстати друзья если вам интересно как приготовить питу напишите в комментариях и мы снимем для вас это видео вот сюда огурчик помидорчик и непосредственно сам фалафель вот так вот если вы будете гулять по иерусалиму и захотите покушать фалафеля вам его наверняка подадут в любой закусочной сверху можно еще немножко соуса тахини собственно говоря если вы любите кетчуп то можно это делать и с кетчупом если любите майонез то можно с майонезом ну что друзья попробуем это просто прекрасно вкус солнечного иерусалима я бы так это назвал не буду не буду не буду вас утомлять процессом еды но друзья от всей души представляем вам рецепт замечательного и вегетарианского и не только вегетарианского фалафеля и естественно естественно можете готовить по нашему рецепту он совершенно правильный у вас все получится если у вас есть какие то вопросы задавайте их в комментариях ну если нет вопросов просто хотите написать что-то в комментариях конечно же тоже пишите ставьте пальцы вверх если вам понравилось видео или пальцы вниз если видео не понравилось друзья подписывайтесь на наш канал чтобы не пропустить ничего нового а мы будем снимать для вас новые интересные рецепты ну и собственно говоря всего доброго пока